В Пекине прошла очередная репетиция гала-концерта CCTV, посвященного празднику весны. Чтобы не просто порадовать телезрителей в новогоднюю ночь, но и впечатлить, участники концерта готовились несколько месяцев. Мои коллеги заглянули за кулисы. До праздника весны всего несколько дней, поэтому каждая репетиция гала-концерта это практически итоговое представление, каким его увидят миллионы телезрителей. Очередной прогон окончательно утвердил программу и порядок выхода артистов на сцену. Высокий моральный дух китайской армии демонстрирует номер генерал и солдаты, на создание которого авторов вдохновил сентябрьский военный парад к 70-летию победы над японскими захватчиками. В музыкальной композиции хочу сказать тебе воспета решимость народа содействовать реализации китайской мечты. Ну а акробатическая постановка «Вперед с мужеством» расскажет о готовности противостоять любым трудностям. Цель же у всех, кому предстоит выступить на концерте, одна. Создать атмосферу праздника в каждом доме, где будут смотреть новогодний огонек. Для всех нас выйти на эту сцену очень ответственно. Главное не воспринимать концерт как некое соревнование, а просто стараться порадовать каждого человека по ту сторону экрана. Этого вполне достаточно. Сложнее всего сейчас приходится постановщикам массовых танцевальных номеров. Исполнители главных партий только-только присоединились к репетициям. Так что впереди еще немало работы. Взаимодействие на сцене – это крайне важно. Оно определяет, каким будет итоговое выступление и его качество в целом. Популярная группа 5F Boys к предстоящему выступлению готовится со всей серьезностью. Все секреты ребята раскрывать не стали, но пообещали поклонникам что-то очень необычное. Это номер, в котором зрители увидят персонажей многих мультфильмов. В нем будет все – и песня, и танец, и актерская игра. Между тем, на финишную прямую вышли работы по художественному оформлению главной сценической площадки «Голубого огонька». Почти все костюмы и реквизит уже готовы. Последовательность номеров учитывает, сколько времени нужно, чтобы сменить декорации, затратив на это минимум времени. Дополнят телевизионные действия прямые включения из регионов. Провинция Гуандун подарит завораживающие пляски львов и драконов. В танцах задействованы несколько десятков школьников города Фошань. Ребята много репетируют и надеются, что соотечественники оценят их старания. Мы хотим, чтобы наше выступление вызвало гордость за нашу родину у всех китайцев в стране и за рубежом и напомнило каждому о детстве. В целом, репетиции каждого прямого включения прошли неплохо. Повторить успех предстоит 7 февраля. Новогодний гала-концерт будет транслироваться в прямом эфире 4,5 часа. Ван Ин, Содзя Ди, Си Си Ти Ви.